Девушки отдыхают Внутри черепную гематому Такими вещами не шутит Я не убивала его, понимаешь? Я не убивала, а он там Ну а кто сомневается в этом? Покажи мне этого человека, я его первая удавлю Я честный детектив Она мне сказала, что никакого криминала нет Она? Жигу с женой вроде разбилили Какие дальнейшие планы? А никаких Никому не хочу больше пустить Когда она была совсем молодой У нее был парень А потом он уехал за границу работать по контракту И когда однажды она позвонила и сказала, что ждет от него ребенка Он даже не захотел ее выслушать Он сказал, чтобы она никогда ему не звонила, понимаешь? Почему не чувствую тебя? Не ждала И все, наверное, зря небо мало Сердце устало Но не забыла Как я не забыла Не забыла И душа красивая Не забыла Все равно Все равно Назад ничего не верну Не люби меня Если сможешь ты За тебе Остану Свои мечты Все равно У каждого будет Свои путь О, Жик, здоров Ты куда? Здорово, Лера Простите, спешу Жик, погоди Потом Живи Хай 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 Малыш Ну как Немножко уже остудился в воде Я ведь успокоился, релакс О, спасибо Очень хорошо О, хорошо А что у нас тебе было плохо? Нет, плохо О, все окей Окей? Да Говоришь, окей Да, сам сбежал Сбежал Ага Ну скажи честно, малыш Тебя Даша достала Да, бежала Ну ты понимаешь, у нее золотой сердце Да Ну озичок у нее, я тебе скажу Острый, да Но, но, но Ну, если но Хватит валять, дурака-то Возвращайся Комбук То есть комбак К нам, давай Все будет окей Надо плавать Что? Плавать А, ну плавай, плавай, плавай 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 Мам О, нарядилась-то. Да. Она красилась? Угу. О, надушилась, опять твои духи брала. Мам, ты с Володей Дворским встречаешься? Не встречаюсь, я расстаюсь. Шутка. В общем, мам, прекратите с папой впаривать мне Дворского. Он мне даром не нужен. Пока. Пока. Зиме, зиме. А чё, а чё? Зиме, зиме. Забыла что-то? Даша, не забудь посмотреть в зеркало, когда будешь уходить. Аня. Аня, что? Аня, что? Что, Аня? Аня, Аня, Анечка. Чё, Аня. Молодца и Жига бежит. Сашик, я хотел переговорить с тобой насчёт Анны. Переговорим, обязательно, Абрамович. Мне сейчас хозяйка нужна. Не спеши, её нет. Тогда я с тренером поговорю. А тренер сегодня до вечера. Я тебя не задерживаю, Саша. Сашик, надо что-то делать. Анна, она просто с ума зашла. Да не бери ты в голову. Аня расстроена. Пугает вас этим абортом, чтобы её все жалели и отговаривали. А по-твоему, что жалеть мне надо, да пусть сама выкарабкивается. Я не это имел ввиду. Саша, признайся, у тебя и в мыслях, что ли, уже, Аня? Нет, да, только о себе думаешь? Да. Ага. Я думаю только о себе. Но это не я, это вы. Вы загнали меня в эту дыру. Вы все и ваша новая хозяйка. Ну что ж, тогда выбирайся из этой дыры. А вот тренер, кстати. Ой, а я к вам. Можно я завтрашнюю тренировку пропущу, а? Не может быть и речи. И я очень надеюсь, что завтра на тренировке от тебя не будет нести перегором. А это без вопросов. Завтра от меня ничем нести не будет. Ты мне можешь объяснить, что с ним происходит? Разве, жигай, ты жила бы вот так? Вот это вот. Все, где же такие бабки-то достать? Не, правду говорят, все, что не делается, все к лучшему. А еще говорят, смилый он, рай в шалаше. Да? Смотрела бы я на тебя, сколько бы ты в этом шалаше прожила. Ой, вообще-то молодец, что пластическую операцию сделала. Раньше была просто хорошенькая, а теперь красотка. Ну, вообще-то я операцию не для красоты делала. Но эта долгая история не очень веселая. О, нет, не веселых историй нам не нужны. Мышь. Любовник? Перестань. Да, здравствуйте. Ну, как же так? Ну, вы меня удивили, мягко скажем. Ну, хорошо. Где и когда? Еду. Что? Поехали. Это детектив, который присматривал за Сашей. Нет, ну ты представляешь, а? Во, кретин. Саша его засек и прижал. Собирайся, поехали. Томашка. Саши. Томашка. Саша. Корректор. Помнил. Саши. Рекорд побил. Четыре километра без остановки и до заправки. В жизни поверю. Да? Ну, если только маленький порошок слопал, ну, сколько там калорий-то? И что, все по-честному, даже спидометр не подкручил? Вот, вот, если ты хотел деда обидеть, то ты своего добился. Ну, как я туда подлезу, там все прессованно. Изучал. Значит, хотел подкрутить. А ты чего такой смурной? Да я не смурной. Просто настроения нет. Ну, как ни назови. Ну, почему? Ну, скажи деду-то, он плохого-то не посоветует. Я такой очень плохой. Чего? Да ничего, говорю, с Марианой поругались из-за мелочи какой-то. Ага. Да. Да, внучок, вот так вот. Вся жизнь из мелочей складывается. Глубоко копнул философ. Ну? Вот из-за такой мелочи я и посмотрел на нее другими глазами. И что? И все. Не понравилось. Как-то, да. А ты вот говоришь, что у тебя был большой опыт общения с женщинами. Что значит, ты говоришь? Просто очень большой. Ну? Что ну? Ну, если хочешь знать, изучение женщины — это не только приятное, но и очень трудное занятие. Да, вот на первый взгляд, кажется, ну чего проще? Чтобы ими управлять, надо помнить три основных правила. Ну, каких? А этого никто не знает. Анечка. Анечка, ну что же случилось-то? Ничего особенного, мам. Ты хотел поговорить с Сашей. Говорила. Не помирились. А почему? Мам, мы не маленькие дети. Сломали куличик, поссорились. Сделали новый, помирились. У нас перерыв между таймами. Сказал им, надо подумать. Изменять ни с кем ни попадя. А теперь думать буду, с кем бы мне еще изменить. Ненавижу его, понимаешь? Ненавижу, ненавижу ребенка, от него не хочу. Аня, Аня, что? Больно, мам. Аня, больно. Сейчас, сейчас, сейчас. Привет! Эй, это мне! Докажешь? Я искала тебя. Почему? Знаешь, это трудно объяснить словами. Тебе? Если ты нет русских слов, что сказать я, бедный африканский фэллоу. Паренек. Паренек. Хочу сказать только тебе, иди сюда, ближе. Когда нет воды, хочется пить сухо, антилопа приходит к озеру. Она очень хочет пить. Но тут есть... ...аллигатур. Калаш, может, пока не надо, а? Успеешь, наверное, встать. Значит, с железом по башке можно, а пивка чуть-чуть нельзя, да? Как сам говорил, доктор запретил. Вот по чесноку, но не могли наши тебя железом отравить. Ну, сам подумай. Вот кто? Кто? А хотите, тоже по чесноку. Это меня больше всего и убивает. То, что башку чуть не проломили, переживу. Сотрясение мозга, да ладно. Значит, есть что сотрясать. А вот как подумаешь, что это кто-то из своих, сразу в глазах темнеет. Ну, ты с ума сошел? Ты зачем сбежал-то? Я прихожу, а его след простыл. Еще пьешь. Никит. Ладно, разберемся. Просто надо было кое-кому кое-что сказать. Ну, сказал. Сказал. Значит, можем идти? Можем, но я не пойду. И вообще, хватит со мной разговаривать, как со школьником. Ты не у себя в библиотеке. А может быть, мне тоже приехать? Ну, так. Просто побыть рядом. А когда ты вернешься? А, когда ей уложишь? Ладно. Я буду тебя ждать. Пап, А у нас что, война началась? Почему затемнение? Твоя улыбка кого-то не напоминает. И вот эта куртка тоже. Ты, кстати, зря зажгла света. Вся сама светишься. Ладно, где Анька? Аньечка в больнице. И мама с ней. Угрозы в выкидыш. В жигах козел отопрыгался. Садить, по-моему, пенальти между ног. А он знает? Телефон отключен. Вы точно не назвали мое имя? Обижаете. Стопроцентная гарантия. Что-то подобное я уже слышала. При нашей первой встрече. Ладно. Спасибо. Вот ваш гонорар. Я мог бы и еще... Я ни секунды не сомневаюсь, что могли бы. Если б не засветились. На сердитых воду возят. Шарлок Холмс, блин, недоделанный. Ну что, мышь, день прожит зря, если не удалось никого обгадить? Если Жигулев что-нибудь заподозрил. Ты что, совсем дура? Спасибо. Даже если он узнает, кто за ним хвост пустил, как он поймет, что ты и есть та самая Тина? У тебя же все другое. Имя, лицо, фамилия. Это снаружи, а больше-то ничего не изменилось. Вот ты, господи. Ну, разве можно себе представить, что мадам Ломова владелица футбольного клуба и Тина Буратино одно и то же лицо? Одно лицо? Угу. Ну да. Трудно в такое поверить. Тин, куда ты пропала? Я тебя ищу, ищу. Не находишь. Мы сейчас спешу, боюсь, на поезд опоздаем. Ну, минутку, подожди, Тин. Тины больше нет. Она умерла. Как это умерла? Просто, Мышка, как родилась, так и умерла. Палотина и нет ее. Раньше мне казалось, что наш город большой и красивый. А позже он в Москве и понял. Ясно, как позже день. Мой родной город Дара-Дырой. Не знаю, мне нравилось. Правда, десять лет уже не было. Как сейчас. Да. За десять лет, знаете, сколько всего поменялось? А не секрет, куда летите? К родственникам? К бывшим. Бывших родственников не бывает. Казалось, бывает. Ну, вот. Ты любишь человека. Как самого близкого, как самого родного. А он взял и умер. И что тебе остается? Нет, спасибо. Остается только воспоминание до могилки. И то, если отыскать сумеешь. Ой, какие цветы. А я-то надеялся услышать. О, какой муж. Ой, какие цветы. Привет. Привет. Ну, как ты тут без меня? Мучилась? Страдала? Не в сказке сказать, не пером описать. Все углядела с башней высокой. Не идет ли ко мне мой суш? Вдруг нагрянет нежданно, негаданно. А я не успею в конце его воду спрятать. Ну, судя по твоему спокойному виду, на сей раз тебе это удалось. Хоть я заявился на два дня раньше обещанного. Ну, да, дорогой. Можешь мне кое-что пообещать, любимый? Все что угодно, любимая. Пожалуйста, не заглядывай за ширмой. Зачем тебе лишний раз расстраиваться? О чем ты говоришь? Не буду. Не буду. Цвет моих очей, Тина Джан, примей от меня этот маленький, скромненький подарок. От чистой сердца, селезенка, почка. Ой, дамский негодник. Ничего себе. Ломов. Дамский угодник. Слушай, ну угодила. Красиво? Ну? Не подумай, что из-за подарка, ну, ситуация как-то не развивается и зависла в воздухе. Ну что, я одеваюсь или, может быть, раздеваешься? Погоди, надо подумать. Вот поэтому я считаю, что Мариана очень правильно сделала, что она тебя обыкнула. Ну, я ничего и не говорю. Наверное, я вам просто не подхожу. Но вот если бы вы мне заплатили хоть что-нибудь, это было бы совсем неплохо. Конечно, неплохо. Только что ты такого делала-то, я не пойму. Что ты работала-то всего ничего без году недели. Просто не знаю. Считай, что это был твой испытательный срок, и ты его не прошла. Ну, 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 ну как же... Разговор окончен. До свидания. Привет. Здрасте. А Марьи Ивановны нет. Удивительно, какой она занятой человек. Все время ее нет на месте. Не знаешь, куда можно воткнуть этот веник? Если бы я была хозяйкой, посоветовала бы. Только это неприлично. Воюешь? Я-то думаю, что ты такая кислая? А меня сегодня выгнали. Отработала за спасибо. Круто. Давай я поговорю с Марьяной. Нет, уж спасибо, как-нибудь переведите. Ну-ка, подожди. Спасибо. Девушка, а может быть, тут какая-то путаница? Это можно проверить? Ткач, Валентина Ильинична. Улица Космонавтова, дом 3, квартира 15. Если не верите, посмотрите сами. Смотрите, выписано в связи со смертью. Девушка, а как-то проверить совсем точно? Это можно? Я вам буду очень благодарен. Да как же я теперь это проверю? Сходные данные наверняка уже потеряны. Десять лет прошло, шутка ли. Так что придется поверить. Я не знаю, ну что, у вас ошибок не бывает? Неужели не было ни одного случая, когда считали, что человек умер, а он раз и объявился. В виде зомби, да? В виде зомби, да? Привет. У нас обед. Ну вот и хорошо. Пойдем вместе пообедаем. Мне в другую сторону. Лиза, ну я понимаю, что ты обижаешься, что я из больницы сбежал. Понимаешь, я ведь хотел, чтобы... Мне это совершенно неинтересно. Понимаешь, когда такое происходит, тут не до здоровья. Ну, сделаю одно дело и начну лечиться. А ты не боишься, что может быть поздно? И вообще, что это за дела, ради которых нужно жертвовать своим здоровьем? Вот такое дело. Мне кажется, что это точно кто-то из наших меня завалил. А тебе не приходит в голову, что вас просто хотят поссорить? Никит, ты что? Тебе плохо? Никита? Ну, если честно, то фигово, конечно. Ты знаешь, я с Бритом говорил. Он клянется, что его люди чистыми пришли. Что он лично всех проверил. Ни у кого железа не было. Надо одну подлянку провернуть. А Бритый-то это кто? Это главный у фанатов салюта. Надо всех наших с другого телефона обзвонить и другим голосом говорить. Ну, устроим ловушку. Какую ловушку? Вот такую. Если люди Бритовы чистые, то это точно кто-то из наших меня по комплексу донул. А почему ты так уверен, что этот Бритый говорит правду? Может, он специально? Им же выгодно развалить вашу команду, понимаешь? Если даже и так, тем более надо проверить. Обзвоним всех по списку? Обзвоним, Никит. Хорошо, обзвоним. Будем говорить, что калаш мало получил. Надо добавить, что слишком борзый, много задирается. Ну, в случае чего денег предложим. провокация получается. Ну и что? Зато если Гнида есть, сразу объявится. Не надо было из-за этого сбегать из больницы. Ладно. Я сам все провернусь. Вот. Шансы, конечно, невелики, но чем черт не шутит? Буду говорить быстро, чтобы тебя не задерживать. У меня есть дед, инвалид, колясочник, ему нужна помощь, домработница, которая хоть чуть-чуть умела готовить, ну и одна проблема, характерный сахар. Ну, конечно, если человек сидит в четырех стенах, откуда у него будет хороший характер? Ну, там есть немножко другие, ну, вот, нужна постоянная сиделка, я не могу. У меня тренировки, сборы и... Извини, но знакомых сиделок у меня нет. Жаль, но помочь ничем не могу. Я понимаю, но у тебя же сейчас нет работы. Я просто подумал, может, ты посидишь с дедом, ну, то есть, поработаешь у нас. У меня нет медицинского образования. Ну, какая из меня сиделка? Я понимаю, но всегда можно вызвать медсестру. Главное, отдавать лекарства вовремя, и все будет хорошо. и по хозяйству. Ну, по хозяйству это пожалуйста. А еще ты очень хорошо слушаешь, дед любит поговорить. Думаю, что вы найдете вообще здесь. По рукам. кисти. по рукам. Конечно. Я сегодня весь день освободил. Давай поедем к тебе на работу. Это еще зачем? чтобы на работе подумали. Вот, наконец, приехал хозяин посмотреть, как его кукла в менеджера играет. А я буду нен, как рыба. девушка, вам говорили, что за эти годы вы очень сильно изменились к лучшему. конечно к лучшему. А помнишь, как мы с тобой встретились? Помнишь, что обещали друг другу? У меня есть только одно условие, сказал я. Помню, помню, как совершил эту ужасную ошибку, сказав тебе да. Как? разве это не был самый счастливый день в твоей жизни? По-моему, хорошо получилось. Такое странное ощущение, как будто бы я, как будто бы не я. Начинаем аукцион неслыханной дерзости. вот номер один. Девочка неопределенной наружности. На нее есть уже один претендент. Кто этот сумасшедший? А, мужчина на заднем сидении автомобиля. Что же он предлагает? Руку и сердце. Сережа, я тебе очень благодарна за все. Буду благодарна всегда. это. А если сказать другими словами, это означает, Ломов, я тебя не люблю? Люблю. Неправда, и не надо обманывать. Тина, но я сделаю все, чтобы это изменить. А если у меня не получится, я прошу тебя только об одном. Между нами не должно быть лжи. не надо ему не изменять. Привет. Привет. Я очень, 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 очень соскучилась. И мне для тебя есть подарок. Ты сам подарок. А что еще? теплый и пушистый. Ты сам теплый, пушистый? Нет. Смотри, внимание, настоящие носки для сырой русской зимы. О-о-о! Внимание, внимание! Опа! 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 Я Наоми Кэмпбелл, знаменитые русские носки. Спасибо. Жена, ладно, я побегу, а то папа не знает, что я здесь. мне нужно быть в институте. Правильно, надо учиться, чтобы голова был большой, красивый. Большой, большой, большой. Ну, мы вечером увидимся. Да. Да? Мой велик участи, госпожа. Пока. Пока. лиза, лиза, ну, что ты со мной возишься, Может, я пойду уже? И жжи давай, а. Мы с тобой сюда-то еле дошли. Хорошо еще, что библиотека недалеко от дома. Сейчас я тебя покормлю, на работу пойду. Брать сказал, тебе вообще нельзя напрягаться. Я и не напрягаюсь. Вот выясню, кто крыс, и успокоюсь. Давай. Нет, я не буду сейчас, я потом пойму не хочу. Скажи, это нельзя каким-нибудь другим способом выяснить? Каким? Ну, не знаю, собраться всем вместе, поговорить по душам. Понимаешь, если у человека есть совесть, он... Вот, смотри. Почитай, вот, он обязательно признается и раскается. Ты в этой книжке вычитал? Может, мне и дашь с собой, а? Я всех пацанов соберу и вслухом почитаю. Может, действительно, крыса расплачется, расчувствуется и сознается, а? Ну, ладно, ну, не обижайся. Пошли дальше. Ну, вот смотри, я, допустим, кому-то из своих позвоню и скажу, что я из банды Бритова. А? И что? Звонок с незнакомого номера. Я бы лично вообще подходить не стала. А ты бы не стала. Крыса обязательно станет. Не знаю. Катя, это все ерунда. Игорь в разведчиков. ерунда не ерунда, я все равно всех своих обзвонил. Хоть бы дорожки прибрали, черт, ногу сломит. Но ведь в этой части давно уже никого не хоррит. Сюда мало кто ходит, потому почему такое запустение. Но ваши знакомые где-то здесь. Я недавно видел. расцветил. Расцветило. Чёрт! Можно вас на минуточку? Быстро построились! Быстро! Так, то ли у меня зрение так резко ослабло, то ли Жигулёва и Бехтерева, в самом деле нет. Может они уже поубивали друг друга, а? О, Бехтерев, а ты случайно Жигулёва там в раздевалке не видел? Ладно, Жигулёв, ты мне сыграешь правее правого, левее левого. Направо! Кроссбекомарш! Та-дам! Проснитесь, проснитесь, работаем! Это не та, это не Дина. Слушайте, это, это не та могила! Как не та? Вот она, рядом её муж похоронен. Да ты её мать! Значит, Дина где-то в другом месте. Или на другом кладбище. У нас больше с такой фамилией и именем никого нет, я проверил. А с чего вдруг она на другом кладбище, если её отец и мать здесь? Значит. Спасибо. Побежал, побежал. Нет, это же вы такие шебутные! Даша! Привет! Здравствуй, извини, я спешу. Я даже знаю куда. Ну, хорошо, чем будет меньше ненужных слов. Знаешь, я хотел извиниться тогдашней, ты прости меня. Правда, прости. Может посидим где-нибудь? Извини, но я сегодня уже приглашена, я не могу. Даша! Ты знаешь, я в последнее время тебя не узнаю. Ты же умная, самостоятельная, независимая девушка. И что же, стоило этому Игоря Тёнку тебя поманить, ты тут же побежала? Парадокс. Ты называешь себя либеральным журналистом, а на самом деле ты просто расист. И я не бегаю за Джимми. Просто понимаешь, мы с ним взявшись за руки убегаем от таких, как ты. И если раньше ты мне был просто неприятен, то теперь ты мне отвратительно звенил. Извините, что я, так сказать, врываюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Но дело срочное и очень важное. Дело в том, что это очень плохо. Я бы даже сказал, пагубно влияет на команду. Он ведь не только сам нарушает режим, он подбивает всех ребят на это дело. Он отделяется от команды, отрывается от коллектива. Простите, а о ком мы сейчас говорим? Извините. Это Жигулёв. Я знаю, у вас с ним тоже, так сказать, отношения не очень хорошие. Может быть, убрать его из команды, пока он не разрушил её изнутри. Он ведь такое может натворить, что… Если один игрок, даже такой заслуженный, как Жигулёв, может, как вы выражаетесь, такого натворить, то я вправе спросить вас, главного тренера, а как же вы это могли допустить? Если Жигулёв пользуется таким авторитетом у команды, может быть, тогда мне и его назначить на ваше место? Жигулёв останется и будет играть до тех пор, пока не закончится его контракт. А если мне придётся выбирать, то уверяю вас, что я пожертвую вами. Давайте честно и без обид. Таких тренеров, как вы, не могу сказать, что пруд пруди, но всё же. А Жигулёв в стране один, и он будет играть в моей команде. Ещё какие-то неотложные вопросы? Ещё один вычёркивается. Ну всё, я побежала? Как успехи? Да ничего, потихоньку, осталось несколько человек обзвонить. Никит, зря ты своих обзвонишь, это наверняка чужие. Да чужие давно в это время по лесу бегали, а за спиной свои были. Так, ладно, кто следующий? Угу, Пафнутий. Алло. Здорово. Это Вовчик из салюта звонит. Вот это, прикинь, дело такое есть. Ну, калашу добавить бы надо, а? Что? Куда пошёл? Слушай, Лиз, а мне это начинает нравиться, когда я меня посылаю. Ладно. Ещё одного вычёркиваю. Так. Так, кто следующий? Угу. Алло. Здорово. Это Вовчик из салюта звонит. Чё? А, кто телефон дал? Ну это, общие знакомые. Ну да. Ну да, да, вон. Ага. Короче, смотри, дело такое есть. Калаш тут опять нарисовался. Походу, мало получил. Надо бы добавить, а? Чтоб вообще его рожи на трибуне не было. Чё? Чё? А? Ну да, да, да. Да, конечно, бабла дадим. Говори, когда и где встречаемся. Ну давай. До вечера. Ну и что? Согласился. Кто? Не важно. Вечером свидание. Люди, мне в Москву надо. Мне правда очень надо в Москву. Пожалуйста, послушайте. Десять лет назад я очень любил одну девушку. И она меня очень любила. Мне сказали, что она умерла. А я работал тогда очень далеко. Нам даже попрощаться не довелось. А чё ж ты так поздно, милый, подхватился-то? Так в том-то и дело. Понимаете, сегодня на кладбище мне показали её могилу. Фамилии совпадают и имя то же самое. Но годы жизни другие, это не её могила. И чего, чего дальше-то? Я встретил одну женщину. Как это? В общем, я точно знаю, что это моя Тина. Мне правда надо в Москву. О господи, ну, чё люди добрые пропустим, что ли? Иди уж. Спасибо. Девушка, можно мне билет до Москвы на самый быстрый самолёт? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...